Всем привет! Сегодня у нас рвётся в пространство Тонкий Мир. Послание будет оттуда. Посмотрим, что нам скажут. Я уже вытащила космические две карты из тёмного космоса. Это Время и это Адара в созвездии Большого Пса. Время. Самое неуловимое понятие. Непознаваемое. Время говорит о том, что кармические сейчас будут происходить. Кармические... Карма — это выход. Выход на новый уровень. Это расплата. Возмездие. Карта кармическая очень... Вот опять... Вот тессеракт у меня идёт и всё тут. И гиперкуб. Вот это пространство, где горизонт событий. Что это вообще такое? Это когда вы можете повлиять на события, которые происходят одновременно. Это многомерная реальность. Многомерность. То есть не существует прошлого, не существует будущего и настоящего. Это всё происходит. Постоянное вот это течение. Посмотрите, вообще как выглядит тессеракт. Гиперкуб. В трёхмерном пространстве. Посмотрите, он постоянно изменяется. То есть вы увидите его течение. И знаете, у вас как изменения произойдут в течение года. Год пройдёт, прежде чем вы увидите результаты своих действий. того, что вы сейчас будете закладывать как основу свои проработки, свои, возможно, личные прорабатывать затыки в каких-то сферах. Вот у вас реально что-то не получается, да? Какая-то сфера. И вы придёте к результату через год. То есть вы должны запастись терпением. Это реально вот это прям долгое время. Но опять же, по времени, по карте времени не существует будущего, прошлого и настоящего. То есть вот они тессеракт. Почему тессеракт, я сейчас говорю, это, то есть ваше сейчас намерение закладывает результат на год вперёд. Через год вы можете открыть этот расклад, либо вспомнить, запишите себе куда-нибудь и просто вернитесь к этому вопросу, посмотрите вообще, что у вас произошло в жизни. У вас произойдёт очень много изменений. Самое главное — это когда ты находишься в этом пятимерном пространстве, когда твоё сознание настолько расширено, что ты можешь быть внутри этого пространства, в центре этого гиперкуба и формировать свою реальность. Но вы сюда пришли не для того, чтобы изменить своё прошлое. Вы сюда пришли для того, чтобы простроить своё будущее, чтобы спасти себя в будущем, чтобы вытащить себя в будущем на свою дорогу судьбы, для того, чтобы исцелить все родовые программы. Но для того, чтобы не исцелять своих предков, потому что они неправильные, жили неправильные вообще, вам вот эти паттерны оставили за собой, вам именно идёт сейчас такой поток. Мне сложно это очень читать, потому что это сложнейшая тема для расклада, поэтому я сейчас вообще даже не расклад делаю, я читаю поток, поэтому понять, простить. Итак, вы сюда пришли не для того, чтобы изменить своё прошлое, не для того, чтобы изменить те ситуации в прошлом, те ситуации в вашем роду, болевые точки в вашем роду, ситуации, а у всех в роду было всякое. Ну, все прошли вот карму от и до. Вот это карма. Реально. То есть это всё, включая весь набор вообще родовых программ. И это самое такое, вы знаете, когда карма, вот она нарабатывается, и она как будто ещё больше. Вот сейчас вы пришли к той точке, что вы тот человек, который может исцелить эту карму и пойти по своему течению судьбы, в золотой путь своей судьбы, в золотое течение. Кто не смотрел мой курс «Золотой путь души», я вас призываю, смотрите, я его создала, этот курс по трансформации, он на безоплатной основе. Также у меня есть курс «Сокровище рода», сейчас он стоит 3000 рублей, с ноября я буду повышать цену, потому что там знания просто, ну, неимоверные. То, чем я делюсь, там практики и знания, которые мне мои предки передали. То есть это родовые знания, которые мне пришли. Итак, давайте посмотрим, что предки скажут родом. Вообще, как удастся ли мне считать это? Находясь в этом пятимерном пространстве, смотрите, вот вы можете войти в медитацию. Сегодня у нас с людьми силы у нас будет свой круг медитации. я не буду вам говорить время и место, потому что это вам, ну, это, это втайне. И своим намерением мы будем изменять будущее. То есть своим намерением мы будем выстраивать, исцелять свое будущее, простраивать этот результат, который через год мы увидим только. Конечно, хотелось бы быстрее, но через год это будет, вот вы просто поймете, что у вас что-то произошло, либо не произошло. Ну, то есть, ну, это, вот, фундаментально, это происходит все равно. Вот прям оглядываясь назад, я, например, могу смотреть на себя. Год назад я и сейчас я. Это вообще два разных человека. это удивительно, конечно. Трансформации очень быстро идут. Приветствуйте вашу трансформацию, приветствуйте свои изменения в себе. Так, послание с тонкого мира предким рода. Скажите, ценности, принятие любовь-то. Быть счастливой. Изобилие. Девушки, для вас просто послание века. на самом деле эти будут послания и для мужчин тоже я буду интерпретировать, что мне скажут пространство, что мне скажут карты. Карты это не просто символы, это не просто картинки, это энергия. очень интересный процесс идут. Причем по двум разным колодам, да? Ценности. Истинная любовь, так. Твой род приносит тебе в дар умение видеть истинную ценность вещей, людей, событий. Истинная ценность. Взвешивать. Примерять это на себе и взвешивать. Реально это стоит столько-то или нет. Дальше. Принятие себя во всех аспектах. То есть смотреть на себя трезво, видеть в себе и темное и светлое. Принятие любовь. безграничная любовь рода. Обретение радости. Сейчас блага будете обретать посредством вот этого общего поля. сейчас я просто залезла в то пространство, где это общее поле. Я оттуда считываю вот это все. для вас здесь все есть. И рассвет, и закаты, и сокровища, и день и ночь, и солнце, и дождь. Это больше, чем богатство. Это истинная ценность. Вы идете в свое счастье. то есть ощущать себя большим древом. Ощущать себя древом, которое получает питание вот знаете, через корни у вас идет что еще сейчас вот они корни как раз высокие ветви вверху, корни внизу и происходит энергия. Вот кстати, вы никогда не чувствовали энергию деревьев. Интересно, вот я чувствую. Там кто вышел? Благополучие идет. Вселенская мать вышла. Дарующая вам благополучие во всех аспектах. Это вы сейчас запускаете процесс такой очень глобальный. Вы прописываете сейчас в своем своих хрониках Акаши, в своей книге судьбы вы прописываете свое намерение на что вы хотите чтобы через год чтобы что произошло куда бы вы пришли чтобы не болтаться в пространстве просто живу ничего не чувствую раскладики смотрю иногда и все нет вы сейчас четко осознаете своим намерением куда вы идете в какую реальность вы хотите попасть у вас все складывается самым наилучшим образом потому что тут вселенская мать вышла опять изобилие идет у вас все реализуется так вот они сокровища как раз реализуется все так как вы сейчас себе намерением этим пропишите в своей книге судьбы вера только с верой можно идти вперед не бояться ничего без сомнений без страх то будет всегда но сомнений нужно отбросить и уже идти к этому свету вот этот световой круг вы под защитой находитесь понимание своей женской природы для женщин хранительница жизни рода семьи заботьтесь о себе и через вас вы заботитесь о себе и у вас пространство все расчищается так как нужно вот гармоничным самым легким образом любовь матери материнская сила любви принять я вам говорю у вас космос вышла мать космическая праматерь так давайте для сейчас для мужчин хочу посмотреть мужчины примеряйте на себя я не могу постоянно перекидываться посмотрим ваши процессы сейчас еще космос возьму колонн 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 а вот все пошло так так что я сегодня считываю поток абсолютно точно санцесс пошел интуиция внутренняя сила пробуждение внутренней силы что откуда эта темнота вас на самом деле ваши предки это космическая семья звездная семья то есть это цивилизации высшие это вы оттуда вот из этого источника понимаете то есть это не просто человечество это звездная семья сейчас с чем связана опасность я говорю материнская энергия вселенского масштаба то есть это космическая мать праматерь всего через молоко матери мы познаем что такое любовь через рождение мы приобщаемся к жизни получаем опыт но душой мы больше чем физическое тело воссоединение идет с источником сейчас с источником всего сущего с этой энергией жизни в космическом пространстве все происходит в тонком мире как раз но есть опасность того что что вы забросите свой путь скажите сдадитесь скажите что для меня это слишком трудно я хочу по старой схеме я вообще ничего не понимаю знаете когда человек осознанно включает неосознанность вот так это называется когда он начинает не сознанку уходить а такого не было например или да ну что-то я понял что мне туда идти это же надо пахать да по-хорошему так вот слово такое да не для юг дуба вам говорят что здесь работа причем работа глобальная по по исцелению старого родового проклятия даже я так скажу это родовое проклятие которое идет и идет и идет оно тянется и тянется и тянется это родовое проклятие тянется очень давно знаете какое неумение обуздать свою внутреннюю силу поэтому эта внутренняя сила идет ну куда сейчас соединение с матерью землей с матерью космическая праматерь вышла опять ребята шахтипат телепатия именно с космической праматерью с матерью землей можете вот так еще сказать если вы не понимаете что такое космическая мать соединение с высшим сейчас в тонком плане у вас происходит соединение с высшим вашим я можно так через бережное отношение к себе это возрождение ваше рождение сейчас происходит ваше рождение одновременно то есть смотрите вы в многомерном мире находимся мы мы одновременно находимся и в прошлом и в настоящем и в будущем одновременно происходит рождение ваше и смерть ваша то есть вот эти процессы это перерождение это переход переход в другое состояние сознания это процесс более глобальный чем обыденная жизнь и житье знаете какое вот идет какая-то сценарий какой-то программа игры какие-то людские вот вам точно не по играм то есть вы выше поднимаетесь в этим уровнем выше благословение получаете как раз таки ваше космическое про матери всего человечества от первой женщины от Евы вы получаете благословение на обретение знаний на эти энергии для исцеления на пробуждение в вас сексуальности кундалини кундалини это прежде всего ваша энергия пробуждение энергии сексуальность и процветание идет идет процветание они неразрывно на самом деле связаны если у вас не прокачана именно тема энергии то есть вы вообще закрываетесь от этой темы сексуальность о боже то все вам закрыты все пути к процветанию к личному счастью так тем более процветание в материи вообще закрыты всегда только деньги и сексуальность это связанные вещи знаете почему потому что это энергии энергия денег энергия секса ну наконец начинаете чувствовать эти энергии у вас все ваше движение вы вверх сейчас поднимаетесь в вашем сознании вы поднимаетесь вверх еще дальше уходите энергию в себе пробуждаете энергия сердца это их предок выше давайте посмотрим по поводу предка родов в виде волка то есть это ваш тотем это ваш предок просто он в образе именно этого духа духа волка вышел а дух волка это животное такое что он очень сильный мудрый одиночка но но волк будет всегда защищать свою стаю всегда у него есть избранная волчица его семья и волчата получается он защищает их всех он вам сейчас дает эту энергию для исцеления этих программ родовых программ вот знаете какая хитрая например волчица могу сказать вам эту историю волчица очень мудрая и когда два волка встречаются они начинают в противоборство и чтобы они не порвали друг друга не покалечили так интересно вообще волчица подходит к своему волку а волк никогда не нападет на волчицу запомните это на женщину то есть короче говоря на женский аспект он никогда не нападет поэтому она подставляет под шею волка своего самца она подставляет свою голову и шею открывает потому что она знает что на нее не нападут поэтому она его защищает таким образом от вот этой войны это очень интересно то есть вот и она это знает точно поэтому в этом ее защита не в нападении когда она там пытается как-то силой своей своих клыков а когда она мудростью она подставляет свою шею другому самцу потому что она знает он никогда не нападет на нее и таким образом она нивелирует этот конфликт между самцами и со своим мужчиной идут в свое логово и ну то есть преспокойно во свои оси идут вот так а мне снился как-то сон причем сон был потом я его интерпретировала спустя некоторое время ну то есть это не прям сразу приснился мне сон то есть я поняла что там у меня сила была отдана волкам как раз передана шаманская сила вот это у меня от волка передали вот во сне как будто на меня нападает свора просто собак я одна одна в поле я понимаю что я бегу просто от них я понимаю что ну все сейчас что-то будет то есть со мной у меня даже сейчас мурашки идут и это знаете как как собаки превращаются в людей люди в собак то есть это вот какое-то вот такое вот и вот они все сейчас нападут на меня и разорвут и тут перед ними вот прям буквально вот так наперерез вот этой своре людям своре я не знаю это сущности какие-то были выбегает белый волк матерый хищник который показывает им зубы клыки и встает передо мной получается то есть он закрывает меня как щитом от этой своры и таким образом они как знаете как влетели в стену то есть все все рассеялись абсолютно вся вот эта хтонь рассеялась вот эта вся свора вот эти люди непонятные темнота вот эта вся рассеялась еще цвет его был белым да вот этого волка и он передал мне эту силу я поняла что произошла инициация то есть он даровал мне что-то свой самый мне передал свой дар смотрите это происходит и в жизни тоже людей вот вы встречаете например какое-то животное оно это животное может вам передать свою силу то есть это не обязательно там матерый волк вам встретится нет это может быть птица это может быть животное это может быть какой-нибудь там кошка собака даже да ну то есть любое животное абсолютно змея ящерица вы просто должны посмотреть друг другу в глаза и знаете когда передача силы происходит когда ты не борешься с волком я сейчас на примере волка говорю это любое животное у тебя не включается этот инстинкт знаете крови инстинкт убийства животного когда ты понимаешь что сейчас он тебе дарует самое важное вообще что есть это свою силу духа это сложная система я вам сейчас говорю это не просто абракадабра сказки какие-то это сила которая передается через тотем почему люди поклонялись тотему раньше потому что они чувствовали в этом силу вот шаманы тоже они все через тотем работают то есть у них есть какой-то тотем вот у меня тотем это волк и тотем показать птица вот такой тотем итак сбилось немножко поток вот у вас не включается вот этого состояния когда вы хотите сейчас немножко вот так поправлю когда вы не хотите причинить ему вред даже когда встреча с медведем например встреча с хищником встреча с диким животным каким-то когда вы полностью отдаетесь этой силе смотрите друг другу в глаза и вам передаются эти знания это сила духа сила духа прежде всего вас пробуждается ой я не знаю вообще кто меня поймет сегодня скажет так Юля ты по-моему поехала кукушкой нет я не поехала кукушкой я вам сейчас серьезную тему говорю просто это вы не встретите это эти темы вообще в раскладах ютуб вообще не встретите никогда это я вам гарантирую потому что не поднимаются такие вопросы сейчас будем смотреть на торопе переплетений и на мир вселенной хочу посмотреть вот этот поток как раз из тонкого мира результаты действия я вам сказала через год будут вот они результаты действий но это действие это не сидение это не сидение не весение не когда ты пребываешь бесконечно знаете как мне нравится когда люди говорят я прорабатывал себя я там медитации делал да как ты делал медитацию ну вот как ты делал медитацию просто сидеть на опе ровно медитацию делать ну и и что это надо знаете как по всем аспектам медитация происходит моя личная вообще вам лайфхак по проработке себя по выведению себя из стагнации из состояния жертвы и когда в рост вы идете в процветание в распаковку своих талантов способностей когда вы идете действительно в свое свечение это работа во всех аспектах это работа по внешнему уровню то есть это вот это вот это храм это ваш храм как вы относитесь к своему телу так же вы относитесь к мирозданию в целом к своей душе в частности понятно да то есть сначала мы прописываем давайте практику вам дам за эту практику благодарность какая-нибудь птичек покормить можно отблагодарить мастера вот это обязательно это будет ваш как благодарность как откуп но я не люблю говорить слово откуп это просто благодарность ваша и готовность принять этот дар итак вы записываете в себе дневник те аспекты внешние которые вы хотите в себе проработать вот начиная вот я не знаю от лица заканчивая фигурой в целом вообще чего вы хотите да как вы хотите выглядеть реально дальше ваше внутреннее наполнение что внутри какой я человек что я я сильный человек куда я иду что я в себе распаковываю какие таланты способности что что я хочу какое мое свечение ауры моей большое какого цвета то есть вы все прописываете до мелочей дальше так внутреннее внешнее вы делаете медитации то есть вот вы прописали вот это все дальше у вас начинается визуализация в медитации у кого плохо с образным мышлением но вы просто представляете себя я не знаю как это вот честно у меня просто сильно просто образное мышление я вижу вот это все да вы входите в медитацию в поток в этот и ощущаете себя каким вы хотите себя видеть смотрите вы входите в красивую комнату с белыми стенами посмотрите какая там мебель зеркаль прямо сейчас и вы подходите к зеркалу видите себя в отражении в этом зеркале и видите в этом отражении себя в самой наилучшей форме которая может быть и по внешнему и по внутреннему аспекту какой я человек вы смотрите на себя в отражении на свое отражение в какой вы одежде вошли в эту комнату и совершенство в зеркале то есть вы видите ваше отражение в наиболее лучшем своем проявлении в наиболее прекрасном своем свечении какой вы человек и вы входите в это пространство зеркала и соединяетесь со своим изображением так вы постигаете эту силу забираете ее внутрь себя и выходите потом из этого отражения в реальность и начинаете действовать всегда действия то есть мало медитировать мало делать по кругу медитации и так далее вы еще делаете конкретные шаги для того чтобы в себе проработать вот эти аспекты то что у вас не получается допустим в личной жизни или в материи что-то вот какой-то затык идет как будто знаете пробуксировка на одном месте тыг-дыг-дыг-дыг-дыг-дыг-дыг а это на самом деле замирание когда ты замер как на инстинкты выживания я лучше замру меня как бы не отсвечиваю да я и не отсвечиваю но в то же время я и не умираю вроде как вроде как живу но не отсвечиваю ребята вот в таком состоянии человек может прожить понятно долгую жизнь но какое какое качество будет жизни вы понимаете что на смертном адре этот человек просто ну если он осознанно хоть чуть-чуть но это неосознанные люди так делают так живут они просто сами выбирают такую судьбу более того они выбирают копаться в своем прошлом бесконечно а она виновата а он виноват а он козел а она козлиха вот вот это вот все бесконечно в себе вот это копать 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 кто виноват в твоих проблемах виноват в твоих проблемах Ты сам человек, потому что ты сам себя посадил в эти самоограничения, в свою клетку собственную. Вот тебе надо выйти из этой клетки посредством, сейчас я сказала, лайфхак вообще, который меня вообще вывел в свечение, и это и вас выведет тоже. То есть это проработка себя по всем аспектам. Внутренний мир, понятно, духовный мир, вы начинаете там медитируете, читаете, познаёте что-то новое. Но также это внешний аспект, то есть это элементарно, я хожу к хорошему мастеру по прическе, то есть женщины, мужчины, вы начинаете понимать, что от моего тела зависит, вообще-то от силы моих мышц зависит сила духа. Вы представляете себе? Вот накачаете вы себе пресс, у вас сила духа, ого-го, станет какой, вы даже удивитесь этому преображению. Давно известно, что для того, чтобы появилось вот это ощущение фундамента внутри, прокачиваем ноги, прокачиваем свою зайницу. Ну то есть, ну как вот, правда, сейчас поток такой пойдёт, что кто-то скажет, да что-то она какую-то ересь несёт, закроет вот этот расклад, потому что подумает, что о серьёзных вещах как-то несерьёзно. На самом деле я вам сейчас говорю вообще то, что работает на тысячу процентов. И действия каждый день к своей мечте, хоть один шажочек, но к своей мечте, хоть один малейшее какое-то веяние в сторону своей мечты, хотя бы лежание в сторону своей мечты, когда у вас, например, нет сил, плохое состояние, самочувствие, здоровье, там. Вот вы всё вот это прописываете, какое у вас здоровье, какой объём энергии. И дальше вы... Самое главное, это осознаёте, прописываете на подкорку себе, что я хочу чувствовать. Я какой человек в отношениях с людьми, что я хочу чувствовать. На новом месте, например, выбирайте себе... Кстати, почему новое место, я не знаю. Новое место идёт, новое, новый дом, новая квартира. Что вы выбираете на новом месте, как вы хотите себя чувствовать в этом месте, в этом пространстве, в любом пространстве. Новое место, новое место жилья, работа. Давайте работа, я не люблю раб, от слова раб. Именно дело, дело вашей жизни, которое будет приносить пользу людям, будет приносить вам процветание, доход, причём хороший доход. Потому что это дело по душе, когда происходит, когда вы находите этот ключик. Послание из Тонкого мира. Как раз-таки Тонкий мир вышел, как раз Творец сам вышел. Получай, человек, знание и верю. Просто вера и знание плюсом, что действие, конечно, действие, конечно, движение к цели. Ребята, я всё говорю, вот то, что я говорю, это истина, потому что я читаю, поток космический. Только через многомерность вот эту внутри себя, многомерность своей жизни. То есть вы не только отлетаете в своей медитации, болтаетесь где-то там в космосе, а в материи у вас полный провал. Либо наоборот, люди живут деньги, 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 всё, за деньги, да, вот это всё. И потом пустота полная в душе, представляете? Нужно соединить эти два аспекта. Потому что это как, знаете, как энергия Творца, вот она из космического пространства. Соединена с вами, с Землёй, вот это вот луч. Через этот луч идёт к вам изобильный поток. Как раз-таки первая карта об этом говорила. Сейчас я найду её. Вот. Соединение. Соединение с космическим потоком, с сознаниями, с предками вашего рода. Соединение идёт. Кстати, мой курс про сокровища рода. Там мы соединяемся с родовой линией своей, со своими предками. Это подсоединение к источнику вселенскому, к абсолюту. Назовите, как хотите. Кто-то называет это абсолют, кто-то дивайн, кто-то энергию. Божественное сознание, там, Творец. Либо космическая праматерь. Вот она, кстати. Космическая праматерь. Елона. Яйцеклетка, да? Движение в материю идёт только через духовное сознание. Стабильность благ. Вы придёте посредством того, что вы сможете через свои чувства, через своё чувствование, через тонкость своих переживаний, познать, что я долгое время висел в неопределённости. И это было зависание всех процессов. Абсолютно всех процессов. Когда у вас не ладится ни в каких аспектах. И это выбор человека. Здесь, кстати, вышли водные знаки зодиака. Ну, не привязывайтесь к этому, но энергии такие, что вы, вообще, любящий мужчина, вышел к жрице Верховной. Божественная интуиция. Вот он, король воды. Рыбы, раки, скорпионы вышли к Божественной интуиции, к жрице. Верховная жрица. А, он через неё познаёт. Смотрите, вы познаёте через... Через тайные знания вы приобщаетесь к истине. Вы идёте в свой свет. Вы начинаете чувствовать, вы начинаете завершать все опасные ситуации, которые у вас были. Всю войну начинайте, как бы завершите этот этап. И выйдите в свою стабильность. Потому что вы зависли долгое время в этой войне, знаете. Вы не просто зависли, вы годами живёте в этой войне. Она внутри вас, она срослась с вами. Война срослась с вами. Ещё. Ой, извините. Это очень тонкий процесс идёт, действительно. У вас рихтуют высшие силы через вот эти ситуации войны, внутренний конфликт, когда неразрешён конфликт, когда обуяли негативные программы и чувства. Чувства внутри бушуют, кипят. Гнев, злость, алчность, ненависть. Вот эта борьба бесконечная. Вот это всё у вас на долгое время это происходило с вами в вашем поле, в вашем ментале, в вашем теле, в вашем пространстве. Через тайные знания, через пробуждение в себе вот этого божественного источника как раз. Через неё. У кого-то, у мужчин, если есть в вашем поле эта женщина, то у вас через неё происходит выход в вашу стабильность и материальное благополучие, и начало новой жизни. Здесь также говорится о том, что вы должны осознавать, всегда быть благодарны человеку, который вас вывел в новое. когда бы это ни произошло. Потому что, знаете, как люди быстро забывают, из какой жопы они вылезли. Вы знаете, так интересно. То есть, вам, например, какой-то человек помог. Вот реально, он либо знания вам дал, либо ключи вам дал. Через знания, через свою энергию, через взаимодействие с вами, человек рос, 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 да. Вот. А потом, как-то это быстро очень всё забывается, и, ну, а так и было. Я вообще такой-то и был, на самом деле. Или была такой. А тут такой ключ, то есть, как будто вы не цените человека, который для вас так много сделал. Вы должны ему быть благодарны. Тем более, если этот человек вас просто вытащил со дна души. Вас вытащил из смерти. То есть, это, понимаете, да, сила какая. Если вас другой человек вытаскивает, вы на пороге жизни и смерти уже находитесь. То есть, если у вас какие-то родовые программы, подключки бесконечные, бесовщина тем более, когда вы, у вас вся жизнь рушится, вы не понимаете, почему она у вас летит к херам. Ну вот, встречается этот человек, да, вам. Это может быть гуру, это может быть просто другой какой-то человек, либо это ваш партнёр, там, партнёрша. И этот человек вас выводит в свет. Просто выводит в свет своим внутренним свечением, своим маяком. Он подсвечивает вам этот путь. И вы знаете в глубине души, что только этот человек вас смог вытащить оттуда. Не то, что ваши там психологи, психиатрии, там, или обращение к врачам, да, вот я вот лечился там, или нашёл там дело своей жизни, да, господи, это процесс огромный по протяжённости, по времени. И вот это он вас вытащил из ситуации, из опасной ситуации, из смерти, вашей смерти. Он спас вам жизнь. вы должны всегда его благодарить. В каком бы это эквиваленте не во вне как бы не выводилось, как сказать, отражалось, да, во вне. То есть, это может быть благодарность этому человеку через ваше внимание, ваши эмоции, ваш ресурс, ваши деньги. Ваше, даже, знаете, как, непосредственно этому человеку, а всегда, например, вы идёте, когда вы общаетесь с предками своего рода, когда вы общаетесь на тонком плане с творцом, да, с предками, с вашими хранителями, когда идёт вот эта связь, вы просите за этого человека всегда, вы упоминаете про этого человека, вы говорите о том, что есть такой человек, она или он, кто спас мне жизнь. я благодарна этому человеку или благодарен этому человеку, говорите его имя, вы знаете, все вы знаете имена этих людей, благодарите, всегда благодарите, никогда не оставляйте неотплаченным вот это, то, что сделал для вас человек. Если вы просто закройте глаза, а, ладно, всё, это было и прошло, всё, я иду в свою новую жизнь, вас так нахлобучит, ребята, это просто вот, потому что кармический долг, он всегда, если висит кармический долг, тем более, смотрите, если у вас какая-то затык есть, к примеру, в получении ресурса, в получении процветания, то есть в материи движения у вас нет, работы нет, такой, который вы хотите, мечтаете долго, время, например, и сидите без работы, ребята, это всё, это говорится о том, что у вас есть кармический долг перед людьми, либо перед одним человеком, который вас вывел как раз-таки в свет, вот так, вот такая информация идёт, я никогда не знаю, что это заранее, то есть как бы я не простраиваю расклад, что сегодня я буду говорить об этом, не знаю, вот идёт и всё, у вас идёт, через этого человека, между прочим, у вас идёт рост вашей души и вашей личности, вашей внутренней силой, когда вы начинаете светить этому миру, идёте в свою силу, в своё изобилие и достигаете роскоши, то есть этот человек для вас сделал просто фундаментальный, вот этот квантовый скачок, когда вы прямиком пошли в трансформацию, а в трансформацию вы пошли по одной простой причине, потому что у вас были с этим человеком эмоции, только вот через чувства, через эмоции идёт, ну не бывает так, что вот у людей так не бывает, что вот просто бесчувственно там встретился кого-то, вот если вы даже специалиста не будете слушать, если он вам не резонирует, торолога там, астролога, вы не будете его слушать, потому что вам ну никак коннекта нет с душой, вы чувствуете, что это не моё, да, вот так же здесь, будрая проницательность, вы идёте в трансформацию, у вас как раз таки сейчас идёт этот переход, смотрите, это одновременно идёт рождение и смерть, смотрите, эта карта одновременно рождение и смерти, трансформация, переход, начало нового, а вообще эта карта 13-й старший аркан, смерть, но после смерти всегда идёт возрождение, то есть окончание и переход, вот она одновременно многомерность, когда вот он тессеракт как раз, вы должны его сами пройти, в нём оказаться в этом гиперкубе, не менять своё прошлое, потому что его изменить невозможно, оно происходит одновременно, у вас прошлое сейчас происходит одновременно, когда вы в этом пространстве находитесь в пятимерном, у вас происходит одновременно становление вашей новой реальности, будущее, вот она линия жизни, будущее, какая вы хотите, да, прошлое ваше тут же, ваше рождение, ваша смерть, всё это одновременно происходит, это вот такой глобальный процесс, и вы можете поменять свою судьбу просто, когда вы поймёте, осознаете, что не бывает, нету прошлого и нету будущего, есть только момент сейчас, когда вы делаете этот квантовый переход и этот скачок в другое измерение, когда вы сами своим намерением переходите туда, когда у вас происходит рукопожатие, вот так, через космическое пространство, вы соединяетесь душами с другим человеком, с мёртвым человеком, с живым человеком, это сейчас не важно абсолютно, вы просто соединяетесь ладонями, и вы понимаете, что не существует прошлого, не существует будущего, есть только момент сейчас, вот я соединил ладони, да, и я чувствую вот эту связь, и вот здесь сейчас происходит вот это постижение вот этого знания, оно приходит к вам инсайтом о том, что вся реальность многомерна, миллионы вариантов развития событий уже прописаны, вам только нужно выбрать, выбор, выбор уже сделан на самом деле, вот эта карта говорит о том, что выбор сделан, когда вы понимаете на тонком плане задачу ваших душ навстречу вот здесь в этой реальности, для чего вы встретились с этим человеком, для чего у вас произошла эта коммуникация с этим человеком, для чего, это какой-то глобальный процесс, это не просто повстречались там, или, например, когда родовая программа идёт какая-то, знаете, ну, то есть задача души того человека, который сейчас его в мире ином, сейчас оттуда идёт информация вам, вы многие люди, вы находитесь в борьбе и в войне, конфликт у вас есть, внутренний конфликт у вас только через душевную искренность, через чистоту внутреннюю идёт распаковка вашей чувственности, вашей любви, это искренняя любовь, когда это, знаете, когда любовь без примесей, лжи, каких-то собственных выгод, это когда настолько с человеком вы соединяетесь, соединяйтесь душами, соединяйтесь телами, знаете, когда вот даже объятия, если вы человека обнимаете верхней частью тела, особенно женщины этим грешат, например, они как делают, они целуют, ну, как целуют друг друга, там, при встрече, могут обнять даже, вот так делают, вот так вот, а именно вам, вы когда животами прикасаетесь друг к другу, вот тогда происходит единение, соединение, то есть вы тогда почувствуете энергетику другого человека, мы же не хотим вообще соединяться с другими людьми, у нас поверхностное вот это все, вот только плечиками соприкоснулись и все, и разошлись, а здесь вот какой процесс, чувствование другого человека своим животом, потому что живот это ваша жизнь, хара, жизнь, и когда у вас при соприкосновении, вот при объятии, это я не говорю сейчас обязательно про романтические отношения, я говорю сейчас про общее, да, объятие, когда вы соединяетесь с животами, с человеком, с другим, у вас происходит просто коннект именно душ ваших, духовных связей, вот оно, все, сразу вы почувствуете эту энергию, эту текучесть, а вы не устали тащить вот это сколько можно, почему вы никак не хотите освободиться от этого, вот оно, активное созидание, вот ваш опыт, смотрите, какие карты, тяжесть бремени, тащим, тащим, все, уже нахлобучило когда, а вот он маг, это совсем другая реальность человека, смотрите, тоже, и вот здесь, вот колесо, вот, и вот, но у него есть вот этот ключ, энергия, когда идет, энергия, пробуждение внутренней силы, вот все мои расклады являются трансформационными, это вот вам я говорю, просто любой мой расклад откройте, но у меня нету таких каких-то несерьезных тем, типа там, я всегда глубинно стараюсь копать, и для того, чтобы вам было это полезно услышать, и какие-то ключи вы найдете, вы в изобилие идете свое, через внутреннюю силу свою, через свою осознанность, опять карты изобилия, женщины, вы идете в свою императрицу, мужчины, вы идете к этой женщине, вас ведут высшие силы к этой женщине, но вас не приблизят к этой женщине, если вы не соответствуете ей, вот вы хотите этой победы, и она у вас будет, если вы вот этот триумф, но опять же, это когда вы совершаете переход, триумфальная арка здесь изображена, вот переход нужно совершить, и когда я просто заглядываю, хочу с такой женщиной взаимодействовать, потому что она лучшая женщина на планете, вы знаете, что вы не встретите больше такую никогда, и здесь вам внутреннюю силу свою нужно пробуждать, когда через получение знаний, через свою энергетику вы простраиваете свою реальность, активное созидание, это намерение ваше, изобилие тети, изобилие, ну вот эта женщина изобильна в принципе, то есть она, она и есть этот ресурс, но вам высшие силы эту женщину не дадут, если вы не соответствуете ее духовному плану, то есть такие женщины обладают огромной энергетикой, силой внутренней, силой у нее проявлены, знаете, все качества женские, материнство, созидание, творение, милосердие, любовь, все в ней проявлено, поэтому она есть сама жизнь, императрица это вообще сама жизнь, живая природа, так и называется этот аркан живая природа, то есть она есть сама жизнь, для вас она есть сама жизнь, женщины, вы идете в эту императрицу, в саму жизнь, но нужно совершить вот этот переход как раз таки, вот я говорю, а потом достаю, вот переход, возрождение и пробуждение к новому и переход через вот этот через этот портал, вам нужно перейти, обнулить свои все старые паттерны поведения, установки, которые поставлены не вани, а темными, для того, чтобы откачка энергии шла, начните правильно жить, просто правильно, поистине жить, зарождение нового у вас идет, знаете, после периода безысходности, потому что высшие силы как раз таки делают это через человека приводят они к этой точке, когда человек приходит к этому осознанию, что я должен что-то поменять в своей судьбе, потому что он так больше невозможно, через состояние безысходности, когда все болит, когда плохо, ну просто по всем аспектам, когда меняется тело, трансформация идет, когда по материи бьют обычно высшие силы, если человек не понимает, по материи бьют очень хорошо, по шапке, прям по материи, то есть, значит, ты не проходишь уроки, значит, ты где-то косячишь, прям реально косячишь, где у тебя кармический долг, вот как раз таки про работу хотела сказать, у кого там затык с работой и с распаковкой предназначения, у вас есть какой-то кармический долг, который вы должны отдать, как только вы развяжете кармические узлы, кармические долги, поблагодарите всех людей, которым вы должны что-то, поблагодарите их, отпустите их в свою жизнь, а можно и отблагодарить, реально вы знаете, что этот человек вам помог, то есть отблагодарить, или, кстати, про долги, да, вы кому-то должны, и вот это тянется, и тянется, и тянется, И только тогда, когда вы поблагодарите всех, а особенно того человека, который спас вас, вы тем самым пойдете сами в свое развитие, в свою золотую судьбу, то есть прекрасную судьбу после вот этой безысходности. Да. Лабиринт иллюзий нужно пройти, это соединение опять же с космической матерью, это материнские женские энергии здесь идут. Кого за тык с мамой? Смотрите, мужчины, у многих из вас есть проблема в том, что вы не можете построить партнерство, знаете почему? Потому что вы слились со своей матерью, но никак не можете от нее отлипнуть. Мама должна жить свою жизнь, вы должны жить свою жизнь. Это прямо вот сплошь и рядом. Мужчины в этом как бы неосознанные особенно, не видят в этом проблемы. Ну и что, ну я общаюсь, я с мамой, и что. На самом деле она делает, знаете что, для вас просто, сейчас фундаментальная вещь скажу, она вас под свой эгрегор заталкивает и проецирует на вас свои проблемы в личной жизни. Вот просто проецирует и все, она отнимает у вас вашу судьбу счастливую. Так что мамочку надо поблагодарить, сказать тебе, мама, я тебя люблю, я тебя отпускаю. В ментале можете сказать, можете, если у вас хорошее отношение в реальности, поблагодарить ее. Сказать, мама, я тебя благодарю за все уроки, за все то, что ты мне даешь. Мама, я просто тебя благодарю за жизнь, которую ты дала мне. Я отпускаю тебя, ты мне ничего не должна. И я сама, или я сам иду в свою свободу, исцеление и счастье. И вы таким образом разотождествитесь с материнской фигурой, которая влияет на то, что вы никак не можете построить свои отношения с вашей любимой женщиной. Либо у вас не выстраиваются в принципе отношения нормальные. Когда развод идет, например, это все оттуда идет. Вот я вам говорю, развяжете вот этот узел с мамой, проработаете, поймете, что у вас идет огромный просто отсос вашей энергии. Вот она просто херачит туда. Вся ваша энергия, все ваши стремления, все ваше лучшее, вот это все идет к маме прямиком. Потому что она вас видит не как, например, сына. Особенно это вот с сыновьями, с мужчинами идет речь сейчас. С женщинами сейчас отдельно поговорим. Мужчины, она у вас просто забирает вашу счастливую судьбу и вашу партнершу. Потому что она ставит вас в позицию своего мужчины, а не сына. Мужчина! И все, она строит с вами отношения таким образом. Ой, извините, инцест идет, да? Но психологически имеется в виду, конечно. Вот, и что происходит? Происходит то, что у вас любовь абсолютно не может построить никакой союз. Потому что она выталкивает вообще всех женщин из вашего поля своим присутствием, своим бесконечным вмешиванием в вашу жизнь. Вмешивайтесь со своими советами, с какими-то своими там думками и прочим. И своей энергетикой. Вот просто послушайте меня. Я видящая женщина. Я не просто вам тут таролог. Я ясновидящая. Я знаю, о чем я говорю. Эта программа, которая стоит у мамы, этот эгрегор материнский, когда она поглощает все ваше счастье и любовь просто к себе, потому что она проецирует на вас свои личные проблемы в личной жизни, имеется в виду. То есть у нее с мужем, с мужчинами вообще не ладится, не лады. Она никак не может построить свою счастливую жизнь. Поэтому она будет стараться испортить вашу жизнь. Женщины, у вас мама через соперничество, через критику вас забирает вашу тоже счастливую судьбу. Потому что вы тонну энергии сливаете туда. Потому что вы постоянно бодаете с ней, даже на ментале. Потому что вы постоянно доказываете ей, что вы чего-то стоите. Девушки, услышите меня, пожалуйста. Если у кого-то есть прекрасные отношения с мамой, проработанные они, то вам честь и хвала просто. Но таких случаев очень и очень мало. То есть когда мама даже прекрасная, проработанная, и она не мешает вам. Она не мешает вам строить вашу личную жизнь, ваше пространство. По вашему разумению. Потому что ваша душа пришла сюда, получаете этот опыт. И вы сами получаете этот опыт без... Вот видите, карты летят. Все, энергетика очень сильная. Без вмешивания. И у вас быстрое продвижение сразу идет. Вот смотрите, как только вы развяжете этот узел, просто сегодня даже задумайтесь об этом, о том, о чем я сказала. А я не просто так это сказала, потому что это в пространстве всплывает сплошь и рядом. Значит, об этом нужно сказать. У вас быстрое продвижение в материи идет, у вас идет баланс ресурсов, и вы идете в исцеление свое от лжи. Вот вы знаете, это когда неправду, всю неправду вы очищаете из себя, идете в процветание свое, нисходящую благодать от Господа Бога. Вам высшие силы дают эти знания, дают ресурс, открывают вам двери, дороги. Вот, на, 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 вот у тебя сейчас реализация попрет. Вот у тебя двери откроются просто, проработай эту тему с мамой. Сейчас не нужно со мной бодаться, вот даже на ментале. Вот, ребята, те, кто даже просто мысленно что-то там говорит не очень хорошее в мой адрес, ну там что-то пожелала или что-то сказал, ребятушки, я вам просто не завидую. За мной стоит очень мощная сила, которая меня защищает. Поэтому то, что я говорю, просто принимайте к сведению и действуйте. Я вам не просто так говорю это все. Нисходящая благодать идет, и вы в могущество свое, собственно, идете, процветание и ответственность. Мужчины, вы через вот это развязывание этого кармического узла благодарности, сила благодарности той женщине, которая вам перевернула жизнь, с мамой проработку сделаете, у вас вы выйдете в императора. То есть этот человек, стабильность которого, ну просто фундаментально, он непоколебим, он настолько силен энергетически, и этот человек не может быть безресурсным. У него есть всегда большой ресурс, сокровища, деньги. Финансовый поток к нему идет, потому что он проработал в себе эту сферу, он не мальчик. Это вот не вот этот вот романтический юноша, пажик который. Это император, это власть, это справедливость, это честность, это открытость. Вы идете в свою собственную стабильность, также, девушки, у вас идет, именно император к вам идет, для любви, по сердцу, для союза, по сердцу. Он один, то есть, это свободный человек, этот мужчина свободен. Мужчины, вы через отшельника только постигаете эту истину, то есть, ну, короче говоря, если вы думаете, что вы там гуляя там куда-нибудь, что вы познаете хоть что-то, или, например, у вас произошло расставание, и вы сразу так, опа, и в другие отношения ныряете, я вас разочарую, ничего не выйдет. У вас, во-первых, все ваши успехи просто пойдут коту под хвост, потому что вам нужно в глубину свою идти, а в глубину идти это всегда единение с собой, с мудростью, это тишина, это молчание. Вот как раз ждите успеха. Вот оно, укоренение знаний у вас идет. Я говорю, результат будет через год, вы увидите, у вас другое будет, другая жизнь будет, течение жизни. Сейчас вы получаете этот инсайт, через этот расклад вы получите инсайт. Этот инсайт может вас, смотрите, это как серия инсайтов, не просто там одна мысль какая-то всплыла, поэтому все записывайте, у вас, просто сейчас наблюдайте за своей жизнью, завтра, послезавтра, смотрите, через неделю, через месяц, как это срезонировало, у вас будет приходить из разных источников знания и вот этот интеллектуальный прорыв вы совершите. Вот смотрите, вы как будто кармический вот этот узел наконец разрубите вот этим мечом. Когда из камня вы наконец вытаскиваете этот меч и он открывает этот меч вам портал соединение с высшим, соединение с высшим я, с абсолютом, с творцом. зарождение амбиции идет, горечь, потеря, что нужно проработать? Страхи, у вас страхи, у вас такой большой страх, все, кто меня слушает, у вас огромный страх непредсказуемости и разбитого сердца, вы просто боитесь пойти в любовь, впустить в свою жизнь любовь и довериться другому человеку, доверие. Вы даже себе не доверяете, потому что вы очень боитесь снова вот этого разочарования, горечи, вот этой потери. У кого-то это действительно потеря близкого человека, у кого-то это расставание, у кого-то это развод и все, и вот после вот этого развода у вас происходит проецирование всех негативных качеств вашей партнерши бывшей, например, или партнера бывшего на последующих людей, которые заходят в вашу жизнь. И вы начинаете копаться, о боже, там он сказал так, он посмотрел так, или там она сказала, ну вот это все, и у вас настолько вы боитесь даже собственной уязвимости, а здесь нужно принять свою уязвимость, принять свой страх, посмотреть ему в глаза и сказать, да, я этого боюсь, но я иду в душевное партнерство, я иду в истинную любовь. Это то, что я должна была сегодня вам передать. Всем удачи и счастья. в истинную бежать. Продолжение следует...